Истоки очень глубокие. Российско-Кавказские связи насчитывают нескольких десятилетий. Корни прослеживаются в раннее средневековье, отслеживаются в летописи и так далее, но характер связи в зависимости от времени, обстоятельств, ситуации менялся, потому что на протяжении, например, где-то с 11 века регион, да и Россия сама, территория, которую мы сейчас называем Россией, переживала много катаклизмов, много нашествий. И в результате менялась геополитическая картина мира. Более-менее тесные контакты начались где-то с эпохи Ивана IV, и последующие русские правители пытались установить контакты. Персидской империи, кстати говоря, это регион-контакты Персидской и Османской империи. Эта зона была такая, в общем, подконтрольная. Османская и Персидская империи. Появление России. Россия появилась там уже как третий фактор, уже относительно позже. Это уже где-то серьезно появилось. Это конец 15 века, начало 16 века. Кстати говоря, очень много есть любопытных свидетельств, переписки, как воспринимали, например, вот эти империи российских правителей. Есть вот такая переписка, которую недавно обнаружили в Ватикане. Это письмо Шаха Аббаса, персидского правителя, Бориса Годунову, где он впервые его назвал Белым Царем. И он где ему подарил, а тогда формировалась под эгидой Папы Римского, формировалась антиосманская коалиция, где Шаха Аббас дарил русскому государству Дербент в Баку и Решет. Он впервые признавал. Почему? Потому что Борис Годунов его воспринимал как чингизида. И он рассматривает, что битвы, они воспринимали это как наследство территории Заводовой Ордии. И в данном случае он признал верховенство Белого Царя и называл его первым Белым Царем, потому что Чингисхан, например, его называли Белым Царем. Потом были походы в эпоху Петра Великого, туда были торговые связи были, естественно. Аббат Алексею Михайловичу известен трон, персидский шах подарил. То есть много таких артефактов, которые свидетельствуют о очень тесных торгово-экономических и постепенно становляющихся культурных связей. То есть Персия, Османская империя, контролирующие тогда Закавказья, тогда не существовало Закавказских государств. Эта территория, на которой потом сформировались Грузия, Армения, Зарубаджан, они долгое время находились сначала в составе Персидской империи, Османской частичной империи, а потом, когда появилась в XIX веке уже Россия, в результате русско-персидских войн в XIX веке был Туркманчайский договор, последний в феврале 1928 года, где в котором определился этот правопорядок, где территории Закавказского ханства перешли на вечные времена, между прочим, указан в Гюлистанском договоре, на вечные времена в составе Российской империи. Кстати говоря, после этого началось такое освоение, тесное сближение государства, но надо было упомянуть еще один момент, очень важный, принципиальный момент, потому что в 1901 году Грузия первая, два грузинских царства, Эмиретия и Кахетия, в общем-то, вошли в состав Российской империи. И тоже интересный момент, это был единственный, мы с Закавказскими государствами, вот в Закавказе, мы имеем единственный правовой договор, определяющий границы. Почему? Потому что в последующем, когда уже в 18-20-е годы шло становление, уже после развала Российской империи, когда шел процесс становления новых независимых государств, там были территориальные споры, и, кстати говоря, Грузия оказалась единственным государством, который имел правовой документ, определяющий границы, установление с точки зрения международного права. То есть появление России вообще-то в этом регионе в 19-м веке, освоение было непростым. Здесь очень много загадочных элементов есть. Почему? Потому что вот сейчас говорят, что русификация, нет, русификации не было, освоение было очень цивилизованное, отношение к местным народам было, в общем-то, сейчас понятно, с учетом исторического опыта, аж сегодняшнего, мирового опыта, восприятие местного населения, и, кстати говоря, русское было достаточно толерантным и лояльным. Хотя, понятно, Россия все же была империей, у нее были свои имперские интересы, но это была щадящая империя. Она сохраняла традиции, обычаи, национальную культуру, она физически не уничтожала местные народы. И, собственно говоря, не случайно местная элита, которая была и традиционно существовала, в общем-то, конечно, приняла русскую ориентацию, и верно сужили русскому императору. И армянцы, интеллигенцы, дворянцы, дворянские рода у нас очень много известных, из Билиси грузинские, в Азербайджане, кстати говоря, очень много наследников хановских родов, которые потом принимали христианство, и, в общем-то, переходили нас уже в русском императоре. И я вам хочу сказать, просто до 1917 года, до того момента, когда император подал в отставку русский, предательства не было, такового массового предательства не было. И, собственно говоря, еще раз вам хочу сказать, подчеркнуть, и сепаратизма как такового не было, серьезно. Были отдельные проекты, были проекты отдельно политических партий. Если посмотреть на момент 1917 года, программные заключения, единственная программа этой грузинской партии федералистов, в которой я видел будущее Закавказья в качестве Закавказской Швейцарии, но под эгидой Российской империи. Почему? Потому что они видели состояние Османской империи, она в глазах элиты в Закавказе. Османская империя была отставым государством, по-своему. И Персия. Россия была более продвинута государством, и для них окно в Европу шло через Россию, а не через российскую культуру, через российское государство, через установление тесно-экономической связи. Особенно после того, как Баку стал развиваться очень серьезно, как нефтяной центр мирового уровня, они интегрировались, кстати говоря, в мировую культуру, не только в российскую, но и в мировую культуру. И многие деятели, общественные деятели того времени, дореволюционного времени, они приобрели европейскую, даже мировую известность через российскую культуру. Вот сейчас они хотят повторить феномен через Турцию или через Запад. Пока у них, несмотря на 20-25 лет, с моей точки зрения, пока у них ничего не получается. Естественно, Россия развивала инфраструктуру. Вы знаете, долгое время, где-то на 19 веке Кавказ считался нерентабельным регионом. То есть он дотационным считался. И по этому поводу в Петербурге очень много спорили. А вот есть переписка Канкрина, как осваивать Кавказ. Есть был проект Грибоядовой, Завалиша, например, создание закавказской компании, по примеру русско-американской компании. Они требовали, чем он рентабельный этот регион. То есть не могли освоить. Россия была экономически настолько еще не очень сильной. И освоить все природные богатства, полноценно интегрировать Кавказ в экономику, серьезно, хоть до появления фактора нефти, не удавалось. Проекты были, типа, русско-американской компании. Это, по примеру, русско-американской компании. Оно предполагало создание торгового дома, по примеру, Ост-Индийской или Голландской компании, как управляли в Индию. То есть регион живет совершенно обособленной экономической жизнью, соответственно и политической жизнью, относительно, находясь под протокторатом, конечно, центра. Такой индийский вариант. И самостоятельно выходит на мировой рынок со своей продукцией. И русский царь, особенно Николай, первое, одно время даже склонялся к принятию этого проекта. Но потом так называемые государственники все же победили. И проект был уничтожен. Началось новое администрирование региона, и потом появились более широкие проекты. Вопрос заключался, проблема для российского государства заключалась в следующем. Считал ли Санкт-Петербург того времени границу, которая восстановилась по Туркманчайскому договору, а последующие, подтвержденные русско-турецкими договорами в результате многих войн, вплоть до 1878 года, это русско-турецкая война, потому что все время определяли статус границ. Считала ли Россия, Санкт-Петербург границей, которые становились окончательными? Вот в этом вопросе я вам хочу сказать, вплоть до 1917 года эти границы не считались окончательными. И в этом создавало проблему освоения, полноценной интеграции, полноценной освоения этой региона. И, кстати, надо сказать, этим определялось и своеобразное отношение центра, то есть Санкт-Петербурга, к судьбе этих народов. Они имели свою богатую историю. Богатейшие истории. Возьмите Персию, это что называется библейские времена. Возьмите Армению, библейские времена, возьмите историю Грузии. Вы тоже упрётесь так или иначе в легендарные какие-то библейские времена. В Российской империи такой истории, вот на тот момент представлений в историческом сознании русского правящего класса того времени, история все же носила такой не совсем отрывочный характер, а соответственное отношение, тяга к древней истории, тяга к обязательно получить какую-то причастность к древнему миру и так далее, определяла особые отношения. Я бы хочу сказать, что при всех катаклизмах, которые существуют в любой империи, Российская империя вела себя по отношению к этим народам очень щадяще, уважая в первую очередь их историю, которая у них была за плечо. Но восприятие, повторяю, что это восприятие было историческое. Вот, вплоть до 19 века, если вы посмотрите, вот откроете для любопытства газеты, русской газеты 19 века, вообще-то, Московскую, Санкт-Петербургскую печать, если вы посмотрите по Кавказу, там чётко просматривается уровень представления, наше представление о этих народах. Мы не знали точно, знали об Армении, не знали, что это за эти государства, знали о Грузии, не имели, кстати, чёткого представления о государстве. Не случайно русской дипломатической миссии различным проручалось обязательно скупать рукописи, совершать там описания, хотя я так и занимался этим военной разведкой, этнографическим, топографическим описанием местности, для того, чтобы получить знания. И объём информации, который накоплен был, который запечатлели у нас акты Кавказской экографической комиссии, это многотомные томники, вот такие здоровые книги, которые имели, это уникальные документы, но далеко это не всё, что нужно было собрать. То есть представление, вот представление восприятия России, Кавказ, это носитель древнейших цивилизационных культур, основ и так далее, который в силу определенных причин, в силу катаклизма, который пережит этот регион, не только этот регион, переживал в силу нашествия монголо-татарской, Чингисхан, Тамбурленг, там пошли трансформации, а армяне, например, тратили в Средневековье, сообщили свою государственность. Некоторые народы вообще не имели государственности, которые вошли в состав, например, Персидской империи были. Так сейчас азербайджанцы себя позиционируют, и тюрки, которые потом стали называть азербайджанцами. Грузины тоже жили эпохи представления царицы Тамары, и потом они в 18-20 году они предъявили ультиматуму Денекину на Сочи, предъявляя ему карты, якобы созданные царицей Тамары, Давидом Строителем, понимаете, вот в это время. То есть такое мифиологизированное представление со стороны кавказского народа, письменность развивалась, но развивалась в средневековом варианте. Летописи, которые существовали, они носили до последнего времени так называемой классической историографии народу Кавказа не сформировалась. Это были османские источники, персидские источники, и более-менее в европейской стилистике описание истории этих народов начали заниматься впервые, пожалуй, российские историки и частично западные путешественники, которые посещали этот регион. Вот я вам просто раз говорю, случай, такой исторически подтвержденный, что Александр Первый не хотел подписывать манифест 1901 года о присоединении Грузии. Не хотел. Вот так называемый негласный комитет, в котором были бешеные дискуссии. Человек-то рогистский говорит, не хотел, зачем нам этот груз? Нужно помочь становлению грузинского государства и так далее, сделать буферные зоны. У Павлова Первого был проект, между прочим, на базе кубинского хамства, это Куба, сейчас город, кубинское хамство, создать федеративную структуру, которая бы находилась под протекторатом российского, но в составе Персидской империи. То есть проникновение было... Денис Зубов, который вельможа с Екатерининских времен, который составил записку, что необходимо развивать торговые отношения, прорыв, прорываться в Индию, так называемый... Вот проект появился, хотя это приписывают Петру Первому, это не совсем так, а вот прорываться в Индию, это так называемый к тёплым морям. Англия как раз пыталась управлять этим регионом через Россию. Юлистанский договор 1913 года и Тюркманчайский мир 1928 года подписывался под диктовку, чуть ли не под диктовку английского резидента. Это об этом никто не знает. И они определяли статьи, которые выгодны им. То есть они хотели ограничить возможности распространения влияния России южнее Персии, до Аракса, они приняли этот проект, а дальше Аракса, в общем-то, торговые и экономические связи, но это блокировка, чтобы они опасались потерять Индию. Почему? Потому что уникально, Индия многомиллионная страна, понимаете, и не случайно русские цари изучали специально, изучали опыт управления таким огромным государством, через Ост-Индийскую компанию, которое в штате начитывало всего около 4 тысяч человек. И вот 4 тысячи человек управляли огромным материком. И вот такой же модель, в общем-то, они хотели привнести в управление так называемых, но в приобретенных территориях. Но англичан получилось, а в России это не получилось. И конкуренция, конкуренция потом, которая сформировалась под влиянием больше Англии, помимо Франции и так далее, выставляли Персию и выставляли Османскую империю в качестве противников, хотя они утеряли территорию, но если вы посмотрите влияние Османской империи, они до Астрахани претендовали на территорию, и Османская империя ослабевала. Персы водили Дербентом, тоже они все равно отклонялись, но они ослабели эти империи, и если подогревались их амбиции, выставлялось противостояние с Российской империей, то это, скорее всего, дело Англии, Франции, европейских стран, которые чужими руками хотели, в общем-то, укрепить свое влияние, управляя в ТУ. Это потом уже мы пишем, когда в Стареграфе стажет смеет, что главные игроки это Иран, Турция и Россия. Сейчас – да, но тогда об этом можно говорить только с большой натяжкой и условно. Грузины, армяне – это крестьяне. Они оказались под влиянием частично Османской империи, Персидской империи. Армяне вообще утратили свою государственность, и то, что они сохранили свой язык, свою культуру, веру, это благодаря большей религии, потому что трудно найти на Ближнем Востоке пример, чтобы государство, которое утеряло народ, который утерял свою государственность где-то в Средневековье, сумел сохранить национальное самосознание, историческое мышление, свою веру, религию, хотя там были тоже свои проблемы, тем не менее, донести до сегодняшнего дня и в конечном счете вообще-то реализовать проект новой Армении, который появился уже после 1917 года. Это трудно, это беспрецедентный случай. И так далее. А другие государства, например, народы, которые ходили в состав Великих империй, и если только, опять-таки, понимаете, вот если вы посмотрите на стыки Великих империй, Османская, Персидская, Российская империя, вот на стыке этих империй происходили тогда Великие катаклизмы. И, собственно говоря, если вы сейчас сегодня посмотрите на события Арабской весны, то, что происходит, как он влияет на регионы, опять-таки, все это в границах Османской империи. И, опять-таки, главная интрига начинает зарождаться, связанная с геополитическим катаклизмом, опять-таки, на стыке бывших империй. Усиливается Иран, Россия возвращается после развала Советского Союза, Россия возвращается опять в регион, слабеет Турция, как бы вот этот цикличный ритм такой. Народы, конечно, они воспринимали, естественно, единоверную Русь, они воспринимали как освободителей. Это потом у них стали проявляться элементы сепаратизма, стало формироваться национальное самосознание, в таком националистическом стиле. Но они рассматривали, кстати, вот армяне, они рассматривали как неизбежный этап проживания в составе Российской империи. В последующем, когда империя может возродиться, то есть поможет возрождению этого народа, в последующем может решать проблемы государственности своей и так далее. Грузины точно так же смотрели на эту ситуацию. Несколько проблемативно выглядела проблема, например, с мусульманскими народами. Почему? Потому что российская этнография, военная этнография, которая очень тщательно отслеживала, буквально, собирала по купительству информацию из этого региона. До 1917 года, например, народы тюрков, которые проживали в этом регионе, называли кавказские татары. Считали кавказские тюрки. И вообще термин мусульмане использовался. Хотя термии христиане широкие, но для примитива кавказским народам было это понятно. Это беспрецедентно тоже случай, когда народ на протяжении даже относительно короткого времени в несколько раз этнически идентифицируется в совершенно разных плоскостях. Это вопрос приводит особое значение, пришивые или не пришивые, откуда они появились. И, собственно говоря, это связано с этими проблемами, которые давали о себе знать позже. Но российская военная этнография отлично понимала, что есть два выхода укрепиться. Это первое, как индейцы в Америке, в общем-то, выдавливать их в регион. У нас на Северном Кавказе, кстати говоря, происходило, черкесы же, когда отказались, они бунтовали в ТУ, им просто предложили покинуть империю, они переключат Турцию и проживают в Турции. А, например, по отношению к тюркам Азербайджана этого не происходило. Границы были практически открыты с Персией, они могли переезжать и так далее, но давления такого не было. Армения, частично Армении, армяне, которые проживали на территории Российской империи, потом там тоже есть своя загадка, почему стали изучать моменты. До сих пор это не изучено. И потому, как менялся демографический состав этого участка, потому что персидские и турецкие, турецкие султаны и персидские шахи использовали приемы переселения народов. Массовых переселений народов. Просто брали целые куски из какой-то зоны империи и перебрасывали в Афганистан, на границе с Индией, на территорию Пакистана. Например, Западный Азербайджан, казах Акстафа, Блиберы, они перебрашивали в свое время арабов из Саудовской Аравии, Аравийского полуострова, которые потом тюркизировались, понимаете, они создавали такую череспоосицу. То есть, переселение народов придумал не Сталин. Вот такое переселение. Вот это такая череспоосица и произошло, что армянская история, например, армяне, которые помнили свою историю, но которые всего определенных причин оказались частично в Персии, большинстве были на территории Малой Азии. И очень мало на этой Российской империи в момент присоединения к России и так далее. Как пишет сейчас азербайджанская история, переселение, российская администрация занималась переселением армян на территорию Закавказья. Нет, они возвращались. Это вопрос возвращения на родину, так называемую, как на свою историческую родину. Очень многие такие острые сюжеты, которые предопределили будущее, светлое, прекрасное будущее, которое, в общем-то, привело к тому, что эти народы, которые армяне утратили свою государственность в Средневековье, Грузия находилась в феодальный завет, практически зависимо от персидских. Царства, которые потом приняли подданство, они были в составе, в юридической составе Персидской империи. Там бы ничего не светило, в будущем становление государственности вряд ли бы произошло. А здесь, по появлению русских, у них появился шанс, исторический шанс создать свое государство, реализовать свой исторический, культурный потенциал, в совершенно новом качестве выступить на этой широкой евразийской арене. И я хочу вам сказать, что, если так в широком смысле смотреть, безусловно, от пребывания их в составе Российской империи эти народы выиграли. Восточных виларетах Турции было очень много консульств, очень много и так далее. Там действительно проживало достаточно солидное число армян. И партия Дашнак-Четун активно действует, обнищак, другие партии, которые действуют, которые, кстати говоря, армяне внесли колоссальный вклад в становление и укрепление Османской империи. Это нужно признать. Партия Дашнак-Четун, которая сформировалась в 1990 году на территории России Тифлиси, она была заграницирована как заграничная партия. Они связывали свои национальные чаяния с будущим Османской империей. Они долгое время поддерживали, мадатурок поддерживали в борьбе против султана и мадатуркам обещали автономию. Они заявили о своих интересах. И вот между мадатурками и армяне финансировали съезды мадатурок, которые проходили, например, в Савониках, в Европе и так далее, которые выставили против султана и в конечном счете потом победили. Но они таким образом рассекретили свои чаяния, что мы против единого, мы требуем автономии, а в последующем вполне возможно становились государственницы. Они дали понять туркам, почувствовать, что они пришлые, а они древние. Турки смотрели в этом опасность. Есть еще другой автохтонный народ, это курды, ираноязычные курды, которые именно руками курдов началась расправа над армянами. Она называлась депортацией, вот депортация в Сирию, но это фактически они уничтожили достаточно много, полтора миллиона называют больше, но это лодж Джордж, когда беседовал с турками, я говорил, вот вы 5 миллионов, покажите, куда вы дели этих армян. Потому что когда английские представители посетили юго-восточные Бивоэты, они взяли отчеты своих консульств, которые были, давали одно количество, ну условно говоря, а там они вообще никого не увидели, армян, куда вы дели армян. А турки оправдывали, что, мол, это была депортация, это не был геноцид, но учитывая, что численность всех армян к тому времени не превышала более 3,2 миллиона, и когда 1,5-1,7 физически уничтожена, конечно, это барварское исцеление нации, конечно, это может быть прораблено геноцидом. До 17-го года, до отставки царя, так называемого открытого сепаратизма, государственного сепаратизма в регионе не было. Ни одна партия, политическая партия, существовав в том времени, не проповедовала ни о сепаратизме. Они требовали автономии, они требовали самостоятельного развития, прав, они требовали, например, открытия университетов в Тифлисии, в Кавказске и так далее. Они требовали, кстати говоря, больше всего проекта, который получал признание проектов, которые разработали партия грузинских федералистов за создание закавказской Швейцарии, кантонального управления. Почему? Потому что была такая через полосица, они понимали, что создать чисто этническое государство в де-факто сложившейся ситуации очень сложно это бы сопряжено между национальными войнами и столкновениями. Значит, кантонизация этого региона и так далее. Лишь только после того, когда к Вася пришли большевики, раз, когда они подписали Брестский мир, два. Кстати говоря, они не пригласили представителей закавказского закома, так называемого, который пришел на смену царской администрации. Они не пригласили. По некоторым данным они отказались приезжать, но по некоторым данным не пригласили в Брест подписывать статистическое соглашение, пригласили Османскую империю. Но они решали кавказские вопросы. Большевики взяли на себя непризнанные государства, потянули на себя и это привело к тому, что процесс начал разваливаться. То есть турки, которые поняли, что у них великолепный шанс есть вернуть свое влияние в Закавказье, они стали поощрять сепаратизм. Это первое. Немцы, которые сначала вступили в Вальянс Большевику по Брестскому договору, и они договорились, что им нужен был контроль над бакинскими нитепромыслами. Физической силы установить оккупационный режим масштаба этого региона ни у кого не хватало. И они использовали сначала большевиков, Степана Шелмяна поддерживали, мешали туркам захватить Баку. А потом пришли когда англичане, вот и другая фракция, который тоже самым установил контроль на Баку. Но Закавказский сейм сначала, который сооружался на базе Закавказского закома в мае 2018 года, он развалился. И национальные советы, которые формированы были на базе списков по учредительным собраниям, а учредительное собрание известное в январе 2018 года было разогнано на основе этих списков. Потому что выборы могут проводить было невозможно. Национальные советы выставили свои национальные требования. Вот, кстати говоря, я вам покажу, когда Грузинский национальный совет первый, который превозгласил грузинское государство, у него был юридически правовой документ, это манифест, подписанный Александром Первым, границы, определяющие границы. И второй момент, это они стали мифологически придумывать истории своей национальной претензии. Но дело в том, что, например, национальный совет Азербайджана, он выдвиг в самих границах так называемых Восточного Кавказа. Это, знаете, очень сложно. Армян впервые признали международным государством это турки, которые подписали с ними соглашение в июне 18-го года, первое военное соглашение, где они признали как юридическое лицо армянское государство. Бальчевистские ячейки, подполье, работа существовала, но сейчас можно говорить об этом откровенно, что оно было не настолько сильно, чтобы провести государственный переворот. Единственная из так называемой внешней силы, которая способна была провести, осуществить государственный переворот, например, в Азербайджане, а это считал слабым самым звеном закавказской структуры государства, это был Антон Иванович Деникин. Было очень сильно русское население, русский офицерский корпус был очень сильный, они хотели превратить Баку в русский город, но Деникину не позволили это сделать англичане. Но в Турции Османской империи, которая раскололась, Султан, который служил в Западу, армия Мадатурки, так называемые кемалисты, которые часть пленных, которая попала в годы Первой мировой войны, часть политических деятелей Мадатурки, это Джемаль Паша, Эмвер Паша и так далее, известные такие деятели, которые потом оказались на территории Германии, а потом вступили в альянс с большевиками и так далее, они, в общем-то, представили возможность, надо помогать освободительному движению Муставе Кемали. Муставак Кемаль задыхался и нужно было выстроить тройной мост выхода, поставки оружия, золота, сырья. Почему? Потому что у Турции, Османской империи, расколотой Турции, отобрали Масулу, Кирку, главный ничемностный регион, и он был без ничего, и они хотели обеспечить выход Баку. И Баку, они, кстати говоря, осуществили переворот, и Баку, так называемый приход большевиков пройдет без единого выстрела. В штабе большевиков в центре шла большая дискуссия, стоит ли большевизировать Капказ за Капказией. Баку, да. Баку можно было, нужна нефть, но там можно было договориться, в конечном счете, протекторатное управление национальным правительством. Но Ленин все же согласился со Сталином. С Турции, кстати говоря, не был уверен, что нужно большевизировать Баку. А когда началась большевизация Грузии, резко высыпил Ленин. А потом, когда Армению, и так далее, Армения могла бы быть разыгрывающей карта в отношении с Антантой, чтобы снять, там тоже были такие игры, какие границы, как границы, и так далее. Почему Армения не представляла такой особой ценности в глазах большевизма в тот момент. У них развалился тюркский геополитический проект, а как христианские клинья не выглядели не перспективными для действия этого региона. Если бы это было бы поляки в восточном, в западном проекте, там можно было какую-то карту разыгрывать. А это сплошная мусульманская масса, что бы там собирать. Армян тем более уничтожили, выбили всех христиан практически на Ближем Востоке, вот Первая мировая война. Перспективно бы играть, разыгрывать этот исламский элемент. Но здесь был вопрос в чем? Сталин смотрел в этом большую интригу. Почему? Потому что в руководстве партии образовало два крыла так называемых старых большевиков, которым приезжал и Сталин, и так называемых кавказцев. Кавказцы понимали, а кавказцы были очень сильные революционеры. Кавказцы понимали, что не имея за спиной кавказского тыла, старые большевики их просто-напросто вымоют. Им нужен был тыл. И самые активные сторонники большевизации Кавказа это был Сталин, Орджоникидзе, Микоян, Диване и Нариманова и так далее. Через этот фактор, имея территорию, контролируя территорию, они имели очень серьезное влияние в ЦК. Второй момент, это серьезно, особенно за Баку, это серьезный предаток экономики советской России. Единственным тогда нефтяной был центр. И они доминировали в руководстве. Кстати, приход от Сталина и победа группировки Сталина в 20-е годы в аппарате как раз объясняется этими моментами, что он сумел создать так называемую группу кавказцев. Но я повторяю, кавказцы не лиц кавказского происхождения, как это мы сейчас представляем, а кавказцы это были те, которые состояли на учете Бакинской партийной организации. А вы знаете, кто это? Это Молотов, это Будённый, это Ворошилов, это Берия, это Сталин и так далее, и так далее. Если вы всех известны, Меркулова, если вы назовете всех личностей, в разные времена они состояли на учете Бакинской партийной организации. И вот эта группа кавказцев, она победила в центре. А последующим, я говорю, что ведь проект за Кавказской Федерацией, как вы сначала смотрите, прослеживается эволюция. Грузинский проект, дореволюционный проект, Швейцария, Кавказская Швейцария, кантонизация. Накануне большевизации англичане предлагают проект объединиться всем, объединить оборону трём республикам, Азербайджану, Грузии, Армении, в борьбе с большевизмом. В борьбе с большевизмом. Они собираются, но у них, они настолько перегрызлись, они настолько переругались, они настолько крови пролили, потому что армяно-азербайджанские войны, армяно-грузинские войны, грузино-азербайджанские война, понимаете, за территорию и так далее, они просто напились этой кровью. Они не могли создать этот проект, единый. Ну, там была проблема Карабаха, там были проблемы сепаратизма отдельных территорий. Каким образом решить этот вопрос? Реанимируется проект Закавказской Федерации. Закавказская Федерация заключается в следующем. Единая идеология, единая власть, границы все открыты, только есть фактор административного подчинения. Какой-то кусок, ты чувствуешь себя советским человеком и в Карабахе, и в Баку. Вот на основе этого им удовольствие временно заглушить эти конфликты. И самое интересное, вот это вот такое, так называемое, так называемое согласие, которое поддерживалось, не просто было удерживать период Советского Союза, вот как только ушел центр, сильный центр, Москва, старые болячки мгновенно стали о себе давать знать. Предполагаем, театр военных действий, зона неустойчивая, куда обкладывать, что строить, зачем строить, когда это завтра может быть разрушено, осуществлять какие-то серьезные проекты, индустриализацию, коллективизацию, культурную революцию и так далее, можно только на пространстве, которое вы уверены в будущем, что оно будет существовать. Сначала стали создавать общетюркскую грамматику, был общетюркский язык, понимаете? Затем эта общетюркская грамматика должна была объединить Турцию, Кемалийскую и Азербайджан, и ряд тюркских государств Средней Азии, которые и так далее, это была единая зона. Кстати говоря, впервые стали использовать принципы латиницы, создания и так далее. Лишь только после того, когда было ясно, что Ататюрк, использовав, в общем-то, альянсы с большевиками, отказался от проекта, советского проекта, появилась сразу идея, что азербайджанский язык и тюркский язык стали формироваться на основе кириллицы и русской грамматики. Так, таким образом, были разведены вот эти варианты зоны. Вот после того, когда появилась устойчивость, после устойчивости, было ясно, что нужно проводить какие-то новые реформы. Почему? Потому что Кавказ вышел из ситуации в 18-20-е годы, разрубленном, потерялись инфраструктуры, нефтепромыслы работали, но не так, как это нужно. Большая сторона нуждалась нефти. Туда, в Баку, сразу появилась рабочая сила, квалифицированная рабочая сила, Баку всегда привлекала это рабочее сила. Баку был единственным с уазисом, центр рабочего класса и центром культуры. Баку был европейским городом. Чуть-чуть отставал. Другую миссию Тифлис, но более культурную. Это как бы между Москвой и Петербургом такая культурная, духовная такая какая-то миссия была. Остальные же все это были провинции. Нужно было создавать индустриализацию, нужно было согласно доктрине формировать рабочий класс. Большевики понимали, что они идеологически неустойчивы. Там был господство пан-тюркизм, пан-эсвамизм. Там различные были всевозможные течения, которые доминировали в сознании. Перевернуть, за исключением узких горстых революционеров, перевернуть массовое сознание можно за счет серьезной, не только пропаганды, но и за счет серьезных преобразований, проведения индустриализации и так далее. И не случайно с Иваново, с других центральных городов России и так далее, просто целыми фабриками снимались, переводились в зону за Кавказом, строились и так далее. Создавался свой рабочий класс. То есть укреплялась, как тогда утверждали, социальная опора советской власти. Затем, естественно, бехоханское землевладение было уничтожено, ведь тогда же существовала своеобразная структура, а тут сначала возунг был передачей землю крестьянам, а потом, собственно говоря, прошла коллективизация, причем коллективизация с под возунгами, исламскими возунгами, это поразительно, что земля принадлежит никому, земля принадлежит только Богу. Никогда все это говорили, земля это дар Божий, вот ты временно провавишь и так далее, ты мне разрешаешь в это время работать и так далее. И вот когда появились колхозные движения, стали насаживать движение, говорят, это никого, это Бога, мы должны вместе работать. Сочетание вот этих идеологических стыковок, большевики работали, сработали тогда суперграмотно в идеологическом смысле, и мусульманское население, мусульманское население, скажем так, Кавказы и Закавказы поддержало большевиков. В этом был один феномен. Если только потом грузины, а потом партия зашли национальные армяне, которые тянулись больше, как говорится, тянулись в христианский запад, тогда это было очень непростые дела, потому что большевизация Армении это все же был искусственный переворот, это была военная атака, а большевизация Грузии это тоже самое, в общем-то, классический сценарий светлой революции, сейчас, если говорить современным языком. Гитлер рвался к нефти, единственный центр, во-первых, ему нужно было пройти, почему Гитлер, вот есть версия такая, почему Гитлер все же развернул наступление на юг, когда некоторые генералы говорили, что нужно сначала в Москву взять, а потом расправиться с югом. Он все же понимает, что за Москву будут драться, очень серьезно, видимо, чувствуя какую-то слабину, слабость на Кавказе, он должен был прорваться к бакинской нефти. Я вам даже вот скажу сказать, что этот фактор уже сейчас известен, он опубликован английскими историками. 22 июня 1941 года, когда началась война, когда Черчилль получил первую информацию, что Гитлер напал на Советский Союз, из Ирака поднялась английская авиация, которая должна была разбобить Баку, бакинской нефтепромословой, потому что было уверенно, что немцы прорвутся в Баку, захватят нефть, и дальше они через Афганистан, Иран и так далее выйдут на Индию, и выбросит англичан. Только в последний момент, уже на подлете за 200-300 км до Баку, поступил приказ, самолеты развернули. Это пишут варианты англичане. Вот какую угрозу, какую ценность представлял для Советского Союза Баку, этот центр нефти. Тогда мы разрабатывали восточные запасы, мы только были изучены геологически, там нужно было еще их осваивать. А Баку, это старый, освоенный такой регион, и Баку сыграл колоссальную роль, конечно, достижение победы в Великой Отечественной войне, да и вообще азербайджанский народ сыграл роль. Здесь все на равных сражались за общую роль, но это факт. Это факт. Но в то же время, естественно, и немецкая разведка, и так далее, они вернулись к старым проектам своим первым мировой войны, они разыгрывали националистическую карту, они вытащили старые проекты геополитического устройства, кто старше, кто младше, всех стали манить различными будущими горизонтами. Турок они убеждали, что нужно прорваться, обостановить проект Великого Турана, прорывом туда, и так далее. Курдова манили проектом Курдистана, арабов, кстати говоря, турков шантажировали арабским сепаратистским движением, что, собственно говоря, разыгрывали эту партию англичане. В годы Второй мировой войны Ближний Восток бурливый, там была очень такая неустойчивая, очень сильно работала немецкая агентура. Но, тем не менее, если бы не Сталинградская битва, если бы не перевом этой войны, если бы немцы прорвались бы, Северный Кавказ прорвались бы в Баку, исход войны был бы очень неясен. Все зависит от первых секретарей. Вот, например, я застал Азербайджан в период, когда в первой секретаре был Геодор Алиев. Я его считаю выдающим государственным деятелем советского периода. Он много сделал для развития республики. Причем, он демонстрирует интернационалистический подход. Вы помните, Гарри Каспаров, журналист, мыслим Магомаев, очень много независимо от национальной принадлежности, главного уроженца, он вытаскивал на союзную арену, придавал известность, отлично понимая, тем самым, что рекламирует свою республику. И республика действительно претерпала очень серьезные преобразования. Я не видел, никаких, например, не наблюдал каких-то этнических проблем. На бытовом уровне они были, исторически это везде. Но сказать вот таких какого-то принципиального национализма, такого не было. Это произошло уже позже. Это произошло позже. Это когда мы застали период уже, когда все почувствовали, что что-то идет не то. Когда под флагом большевизма, грубо говоря, с партбилетами к власти оказывались националисты, которые поставили задачу проводить медленную этническую чистку, она была мягкой, выдавливание, то есть постепенно выдавливание армян, евреев, русских и так далее. Это что так называемое? То есть, что подготовка моноэтинического государства. Моноэтинического за будущим. То есть, такое ощущение, что они готовились к независимому государству, опасаясь, что русский элемент, армянский элемент, еврейский и так далее. Евреи тоже были пророссийскон настроены и так далее. Что они сыграют роль какой-то пятой колонны. Я не усматриваю у них опасность, потенциальная опасность. Не потому, что на бытовом уровне представляли какую-то угрозу. То есть, это уже тогда зарождало, создавало предпосылки и конфликты. Если в городах еще вот армяне, Баку, Гяньже, Шамкори, Акстафе, армяне, они составляли этническое большинство. То есть, они большинство не составляли. То вот, например, Единицы Реонидов, в Закавказе, Карабахе, где они имели относительное большинство и в конечном счете натолкнулись это сопротивление. Вот специалисты, которые отслеживали ситуацию где-то с 1982-1983 года, когда мы переживали кризис, великие похороны, в этот момент уже специалисты предполагали, что в Азербайдне в Закавказе что-то рванет. Называло три главные точки. Это был Карабах, это была Абхазия, это была Южная Осетия. Три точки, которые, собственно говоря, это рвануло в разные периоды. Карабах еще в период существования Советского Союза давал о себе знать и в последующем этот сценарий раскручивался, то Абхазия, Южная Осетия это произойдет чуть позже. Вы знаете, я вам хочу сказать, этот регион никогда не знал голода. Уровень жизни был, по моим наблюдениям, уровень жизни был, но не в разы, а значительно выше цен в Центральной России. Благодатный край, понимаете? Там интервалы между одним сезоном помидора до других 3-4 месяца. Понимаете? Там некоторых линкараней, например, там сан-три можно собирать урожай. Понимаете? Это очень обильное подорожное действие. То есть там голод в принципе невозможно. Там чуть пшеницы не хватало. но в принципе население никогда не голодало. Это раз. Второй момент, что толерантность, я вам хочу сказать. Надо отдать должное, например, за Кавказом. Честно говоря, это пример Азербайджана. Азербайджан для меня был примером толерантности. Там, во-первых, не было тех репрессий, которые наблюдались, гонимых по поводу ненакомыслей и так далее. Ненакомыслей было, в чайханах, люди говорили и так далее. Но вот такой широкой государственной политики, борьба за устои, не существовало. Если только, вот Эльчебеев, мой один преподаватель, который был, который стал президентом, которого, например, при Геодорале посадили, и то там ни за что, и то его мягчий, щадящий режим, его никуда не отправили в никакую Сибирь, спокойно потом вернулся, преподавал и так далее. То есть, приглушенно было, жили сектанты, жили Мамакани, жили баптисты, жили свидетели Иеговы, там, я не знаю, всякие ответвления, шииты, суниты. Правда, единственное, что было, конечно, исламский удоковинец был неграмотным. Было неграмотным, потому что им негде было учиться, там, Бухарея посылать, это целая история же, там, центральное управление и так далее. Потом, Геодор Оливьевич, он был понят, что Геодор Оливьевич был один из тех, который в нашем колоссальной идее, он рвался, как Сталин рвался в Москву, и ему нужно показать, создать образцовую республику. У них соревнования бывшего раза, они соревновались между четырехи республиками, каким образом преподнести центру свои достижения. Многие, некоторые вещи были надуманные, но много было реальных достижений, и Азербайджан рванул. И парадокс, знаете, в чем случилось? Вот когда азербайджанские националисты стали указывать как на Турцию, как образец светоч, всего, и когда рухнул Советский Союз, когда открылись границы, когда можно было поехать посмотреть Турцию по общению с советской интеллигенцией, наши азербайджанцы, я имею в виду российские азербайджанцы, они поняли, что они значительно образовывали и умнее. Вот с чем они столкнулись. Вроде бы, этническая определенная близка, кстати говоря, так и есть. То есть они получили, что советское образование их более продвинутое, то есть они мыслящие. Оно имеет свои недостатки, имело свои недостатки, гуманитарное своеобразование, островки, такие незнания, но с точки зрения аналитики, с точки зрения методологии мышления, с точки зрения кругозора, даже советский Азербайджан, будучи закрытым, как и все, советская сторона, как живая во Шердиной крепости, он был более продвинут, чем оказалось открытой Турцией. Я уже не говорю про Иран. В Закавказе был культ образования. Это был необычный культ. Есть люди, которые говорят, я хочу быть поваром, я хочу быть сапожником, я хочу быть там, ты так далее, вот я получаю нормальные деньги, мне этот день не хватает, я могу иметь сил, но не обязательно не учиться в университете. Это одна позиция, это западная такая прагматическая позиция и так далее. А там, между прочим, был культ образования, это народы, которые сголодались по образованию и так далее. Они все рвались в университеты, в институты, главное получить диплом, а дальше ты мог бы работать и поваром, заведующим рестораном каким-то, но обязательно это нужно иметь. Более того, конечно, ценилось очень русское образование. Вот преподаватели, профессура, которая защищалась в Москве, в Ленинграде и так далее, это, конечно, они резко выделялись своими мировоззрениями, своей культурой и так далее. Это, кстати говоря, и Москва, и Петербург не убивало их национальные чувства. Кавказ был в витрине на Ближний Восток, Баку был в витрине, Баку был красивейшим городом. Я вам прямо хочу сказать, вот я, например, тут жил в Баку, я вот учился в Баку, я выпускник университета, я аспирант в Московском университете. Я вам прямо хочу сказать, что после Баку, в тот момент, когда я приезжал в Москву, мне Москва казалась очень провинциальной. Очень провинциальной. У нас были подпольные цеха, которые нам шили модные рубашки, модные штаны, тогда в Москве этого далеко не было. А мы смотрели, у нас появлялись откуда-то дня французские различные журналы, которые мы смотрели, хотели по моде. Баку вообще шиковало, Тбилиси вообще шиковало. Это культ одежды, одеваться шикарно, одеваться модно, курить сигареты, Мальборо, а где тогда Мальборо, понимаете, там какая-то была контрабанда, там через Персию, я не знаю, через Турцию. Все время Баку чем-то, вот в Закавказской республике, Белиси, Баку и Ереван, они чем-то, мы назвали это «вопендрёж», но вот этот культ, понимаете, они по-другому выглядели. И когда мы оказывались, вот я говорю, когда мы оказывались здесь, на разных конференциях, сборах, мы все были кавказцы, у нас никакой разницы не было, русские, армянеи, евреи, там, я не знаю, все понимали, мы ехали поездом, после Дербента поездом, мы начинаем говорить, что кто-кто, есть кто, то есть уже когда в зону попадали. Это такая специфика, вот эта ментальность была, общая, общая была ментальность. До определенного момента комфортность существования, проживания в этой республиках, скажем, для русского этноса, для армянского этноса, для русского этноса, был более комфортнее, чем в центре России. Это надо признать, было более комфортно. В том момент, что когда речь шла, они очень четко понимали, например, если нужно работать, если нужно выступать, то они своего ставили, а кому нужно работать, они ставили кого-то другого, которого с их точки зрения могут сделать квалифицированным. Но они не были никогда жадными. Они хорошо платили. У нас адвокатура, врачи, инженеры, русские, армяне, евреи, вы извините, они жили просто в заживающей жизни, которой в Москве, в России даже не снилось. То есть советский образ жизни создал, да, он создавал свои ограничения, да, он создавал свои коммуникационные возможности, и социальной динамики такой не было. Но в принципе, сейчас, когда пришло, когда возвращается, реанимация происходит, не прожив вперед под европейскими фактами, бекаханская психология, понимаете, появляется. Вспоминаются древние роды, понимаете, кто там, когда правил царем и так далее. Вспоминаются древние исторические амбиции у тех людей, которые ни физически, ни интеллектуально к тому прошлому не имеют никакого отношения. Очень много таких, появляется национализм большевистского разлива, и это не тот национализм. Те националисты с 18-19 годов, которые образовали свое государство, они были просто образованы великолепно. Это выпускники Санкт-Петербургского университета, это юристы, они просто были великолепнейше образованы, это депутаты государственной думы и так далее, образованные люди. Нынешнее поколение, которое пришло, они просто не образованы. Нет, они имеют дипломы, но они просто не образованы. Необразование, это не имеется в виду, что они не умеют читать, они не могут думать, у них не хватает кругозора, они не могут осмыслить ту ситуацию широкомасштабно, объемно, в какой они очутились. Понимаете, у них советское представление, они, например, анализируют представление сейчас отношения с Россией, как будет Россия вести, например, по отношению к Кавказу, они начитались большевистский учебник, они знают, русский империализм должен действовать вот так, вот так, они знают, полагают, что они знают русские интересы в этом регионе больше, чем сами русские, но дело в том, что к этому времени русские изменились, понимаете, и потом, когда мы говорим о том плане, вы знаете, есть два момента очень жестких, русский империализм, начало 19-го, капитализм, империализм был очень щадящим, а сейчас русский империализм, если он двинется в силу определенной закономерности, двинется он может быть уже далеко не таким щедрым, как это вам, как вы привыкли исторически это понимать, здесь нужно это элементарно понимать в жестком противостоянии, или наоборот, он будет таким толерантным, что мало не покажется, хотя примеры вот мировой истории, вот, которые мы видим сегодня, думать так не дают никаких оснований. Два народа пострадало, жили вместе, хотя исторически всегда были столкновения и всегда были противоречия, разная история, разный уровень развития даже, если хотите, например, да, армянская буржуазия, которая толерантна, всегда была наиболее сильной, вот бакинские нефтепромиссы, это было очень много армян, в Тбилисио строили армянское купечество, пробег Круставели построили вместо армянского купечества, между прочим, там грузинам вообще не пахло, если честно говорить, тогда отстроили, армянские политические деятельности обвиняли армян, армянскую буржуазию в том плане, что они отстраивали чужие столицы, почему в Ереване ничего не построили, здесь очень много таких вещей, они чувствовали себя достаточно уверенно, они были интегрированы в большую, глобальную эту силу, и в то же время народы жили вместе, я даже могу вам привести примеры исторические, когда большевик Степан Шалмян спасал мсаватиста Джаваншира, министр внутренних дел, когда решила резня в Баку в марте 18-го года, а потом Степан Джаваншир пытался спасти Шалмяна, когда его арестовали в сентябре 18-го года за Каспией, он требовал, ему не поверили большевики, если бы они отдали, передали бы Степану Шалмянову Джаваншир, я уверяюсь, Степан Шалмян бы остался жив, произошла трагедия, понимаете, кровь пролилась, причем без пощадки, откуда эти силы взялись, не знаю, вот как-то мгновенно вспоминают какие-то черные дни, потери семьи, потери связи, представляете, люди десятилетиями, годами, а если не веками, жили в каком-то городе, Баку, Кирвабаде, Гяньжево, кстати, хорошие квартиры, я вам говорю, жили хорошо, хорошие квартиры, хорошие и так далее, все это бросить и выехать, куда попало, непонятно куда, в Россию, там Армению, Карабах, на чистое поле, понимаете, это же не просто так, и азербайджанцы, которые, ну, жили там больше сельских жителей и так далее, но все равно они тоже, они бросили оттуда, вынуждены были переселяться на четверо Азербайджана, я вам хочу сказать, я вот, например, ереманских азербайджанцев, ну, как называть Ераза, армянское Азербайджанство, они блестяще говорят по-армянски все, они блестяще говорят по-армянски, я, например, в самой Еармении, не припомню случай каких-то антагонизмов, адаптированы были эти азербайджанцы к армянам и Армении, и вот воспользовались этим фактором, да, и вот сейчас проливается кровь, выход из этой ситуации мог бы заключаться в следующем, что первый сильный должен протянуть руку и использовать другую дипломатию, это первый сильный, сильный кто Баку, если ты начинаешь продолжать угрожать оружием, ты продолжаешь считать, что так далее, и так далее, то есть имперское, присущие Москве, самые сложные имперские времена, это брецание оружием, вот мы, и так далее, и так далее, реанимацию этого политического сознания на уровне регионального лидера приводит к национальной катастрофе, при такой политике вы никогда не восстановите контроль. Сейчас нас объединяет единое чувство безопасности, у нас сейчас общие угрозы, сейчас если только начнется процесс объединения, интеграции на постсоветском пространстве, единственный фактор, единственный фактор, который толкнет нас к объединению, это только факторы угрозы безопасности, потому что интегрировать, экономическая интеграция вариантов множество, а проблема безопасности, это очень серьезно, она более локализирована, я хочу вам сказать, если бы только вот это светлое будущее, с которым связывались с Западом, я не антизападник, не надо говорить, что ту политику, которую использовал Запад, он допустил серьезную стратегическую ошибку, их политика, если бы была более другого типа, по отношению к бывшим советским республикам, к пространству, к Ближнему Востоку, после ухода Советского Союза, Советский Союз был противником в этом регионе, это было противостояние, и вдруг Советский Союз развалился и ушел, открылась открытая возможность для маневра, господства Запада, в соседнем Ближнем Востоке, когда мы могли совершить любую революцию сверху, любую трансформацию, насадить любую культуру и так далее, в этой ситуации они пошли по линии трансформации региона, создание хаоса, и это волна хаоса, волна цунами, цунами, которая идет, это с ними волну остановить, вот первый рубеж сейчас Сирии, остановить этот цунами молодые республики, если только Турция разваливается фактически, если Иран идет в альянс, беспрецедентный исторический альянс, когда мы дружили с Ираном, мы все время воевали с Ираном, после царя Бориса, Бориса Годунова, мы никогда с ним не дружили и так далее, а сейчас Иран в объятиях, беспрецедентный исторический альянс идет, это значит опасность общая, и вот эта тенденция, которая идет, цунами, которая идет через Ближний Восток и начинает подбираться к границам бывшей Российской империи, бывшей Советского Союза, эта угроза может на первом этапе объединить усилия и так далее, когда в первую очередь жизнь, потом уже хлеб, битва за хлеб, это значит экономические процессы и так далее, а дальше уже, что называется, начинает реализация какого-то другого потенциала, я прямо хочу сказать, что сейчас и на идеологии, на большевистской идеологии, на базе пан-исламизма можно объединять, на базе пан-тюркизма можно объединять, на базе пан-славинизма можно объединять и так далее, халифат на базе джихадизма можно объединять, на базе демократически существующих государств объединять, можно добиться в лучшем случае объединения типа ЕС, типа ЕС, где господственные экономические интересы преобладают, они запасывают политическими процессами, здесь вот в этом регионе первично только проблема безопасности, если эту проблему безопасности не решить никакие интегрированные вопросы, это будут все наши заявления, и заявления о национальных кредитах об интеграции, осуществлении каких-то великих проектов, шелка у пути, это будут просто пустые слова, нас может объединить только это.